Главное сегодня не родить, потому что я хочу погулять сегодня. Ты красотка. Номер дашь? Угу. Мы решили, что закончить этот влог стоит небольшим разговором. Доброе утро, друзья. Сегодня у меня раннее утро. Так не всегда, далеко не всегда. Но у меня был план, что я хочу приехать в кафе под названием Астер, к открытию, чтобы съесть булочку. Потому что на днях мы днем туда зашли, и все было раскуплено, и я расплакалась, и я очень хотела эту булочку. И до родов я хочу успеть сходить туда, поесть, погулять еще по городу. Сегодня должна быть теплая погода. Посмотрим. А, ну и поработать там, посидеть. Да, такой вот план. Я собираюсь на завтрак в кафе с Аркадием, моим мужем. Вообще я собралась. Я чувствую себя хорошо сегодня. Хотя, хотя, вообще я плохо спала. У меня были волнения. Тревожность поднялась, не знаю. Главное сегодня не родить, потому что я хочу погулять сегодня. И съесть булочку. Окей? Музыка. 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 Мы позавтракали, а сейчас, друзья, мы проходим в место с Аркашей, где мы первый раз поцеловались. Там, где-то здесь. Бар Залив, да. Здесь такси было заказано, вот тут вот оно стояло. Это Бар Залив. Ты помнишь свои ощущения, когда ты меня поцеловал? Да, помню. Я тоже. Я от любви. И просто. И от настоек. Я не пила, я не пила, я просто была счастлива. Вообще много чего было на этой улице. Аркаша первый раз сказал мне, что любит меня на этой улице Некрасова. И у меня был девичник здесь. И наш первый поцелуй. Мы просто учились недалеко в школе нового кино. И все время тут тыли на этой улице. Хорошо так меня видели. Интересно. Да? Да. Тут не надо мне тут ездить. Утром мы были в Астерий. Там я все-таки покушала свою булочку. Сначала я пришла, ее не было. Но попозже ее вынесли. И я съела и ту булочку, и другую половинку взяла с собой. Вот. Такие вот новости. Мы быстро идем. Я получила то, что хотела. И мы немножко поработали. Ну, Аркашка поработала. Я попыталась помонтировать. Не особо получилось. И сейчас мы идем к Аркадию в офис. Гуляем тут. Нам нужно зайти туда на работу к нему. Потом посмотрим, что будем делать. Я еще не знаю. Эмми кофе для кадра. Такой вот кадр. Лиза и кофе. Кстати, этот кофе я могу пить. Не то, что фильтр. Ну, потому что молока больше, чем кофе. И красотка. Номер дашь? Угу. Че так? Посмотри на меня. Я завидный парень. Я занята. Я беременна. Я буду первый раз у Аркаши в офисе. Это не драма Клин, я просто блогер. Мы с Аркадием гуляли по городу. Зашли в офис. Потом зашли в кофейню еще одну. Там Аркаша еще поработал. Я тоже. И теперь у меня отваливаются ноги. И мы едем домой. Нам ехать 40 минут. Можно поспать. Мы приехали домой. У нас сейчас будет обед. Аркаша вчера приготовил крем-суп из брокколи, морковки, картошки и других ингредиентов. И мы сегодня водоедаем. Несколько видов сыров. Ты все-таки решил добавить еще несколько видов сыров. Греческий йогурт. Я так люблю, когда у нас в комнате солнышко. Я бы еще, конечно, погуляла по городу, но я не могу физически. Ментально я еще гуляю. Ребят, погода так радует душу. То, что я сегодня снимаю, это мое любимое занятие. Вот прям ходить с Аркашей куда-то, садиться, брать кофе и работать над... Я над своим чем-то работаю, он над своим. Мы болтаем, проводим время в приятной атмосфере. У нас в Петербурге с этим очень хорошо. С кофейнями, я имею в виду, и ресторанами. Много очень приятных мест. Я все-таки, наверное, даже иду иногда за атмосферой в рестораны или кафешке больше, чем за едой. Еще, знаете, так получилось, что мы сегодня прошли столько мест, значимых для нас. Мы прошли наш первый поцелуй. Место, где Аркаша сказала первый раз, что я его... Что он меня любит. Место, где был мой девичник. Место, где мы впервые увидели на скане, ну, на УЗИшке, маленькую точечку. Мы называем ее черничкой, которая теперь уже почти как арбуз. Не знаю. Прям... Настолько благословенный день. Другими словами не описать, честное слово. Я спала очень мало. Ну, часа три-четыре нормального сна было. Но до сих пор у меня прет. А я не сказала, я не упомянула, мне кажется, в начале дня. Утром в ванной я говорила, что я тревожилась ночью. На самом деле, я думала, что я рожаю. Прям были такие ощущения. Ну, это были тренировочные схватки, скорее всего. Да. Но я уснула в итоге. Я подумала, ну, если это схватки, они будут усиливаться. И я точно проснулась. Но я проснулась, все прошло. И я поехала за своей булочкой. И я получила свою булочку. С голубикой. Я бы не сказала, что это самая шикарная булочка в мире. Но хорошая булочка. Вау, вау. Выходишь на балкон. У нас закрытый балкон в комнате. И ощущение, что 40 градусов. Ну ладно, 30 градусов. Мне кажется, здесь можно хорошо загореть. Но я никогда не загораю. Я всегда супер бледная. Сколько бы я ни загорала, я очень-очень бледная. Сейчас мне нужно демонтировать видос. И все, все, это все. Я демонтировала. Здравствуйте. Что это мы там делаем? Нога торчит. Я решила догладить одежку для малышки. А потом у нас будет чаепитие. Вообще, за беременность я полюбила травяные чаи безумно. И мы каждый вечер, практически каждый вечер, пьем что-нибудь такое. Обычно это просто ромашка, но все же. Раньше бы я назвала себя абсолютно кофейным человеком. Я только кофе пила в основном. Но теперь I'm a tea person now. Пойдем есть. А, уже пить чай? Сейчас иду. Потом догладим тогда. Потом догладим. Пойдем пить чай сразу. Так как это последний влог до родов, до новой жизни для нас, до и после, так сказать, разделяющий, да? Мы решили, что закончить этот влог стоит небольшим разговором. Разговором о том, как нас изменило это время, за что мы благодарны, как оно на нас повлияло, вообще, как оно прошло, какие уроки мы вынесли, что понравилось, что не понравилось. Что? Да, но почему я минимум пять причин назову, которые не нравятся тебе. Лайки или злаки беременности. Плюсы и минусы. Плюсы и минусы. Супер веселое время, на самом деле. Мне хочется верить, что как бы это все специально так устроено, что перед рождением малыша долгая и постепенная беременность, потому что в рамках, вот, да, за все это время с каждым месяцем постоянно возникали какие-то новые трудности, ситуации, какие-то новые ощущения, которые мы вместе переживали, которые нас сплочали, которые показывали какие-то там, условно говоря, наши проблемы, над которыми нужно работать. Мы над ними старались работать, и за все это время у меня личное ощущение, что у нас очень-очень скреплись, окрепли отношения с Лизой, и в этом плане я безумно благодарен беременности. Поэтому первый плюс – это упрочнение отношений. Определенно. Духовно, физически ближе. Очень мне нравится, что происходит между нами, химия, которая происходит. Вау. Там она видео такая ласковая. Вот один из минусов беременности. Минус беременности? Да, шучу, шучу. Не, на самом деле, глупо сказано, у беременности нет минусов, есть просто очень много изменений, которые ты можешь либо обернуть в плюс для ваших отношений, да, то есть поработать над ними, вот, либо они, как бы, будут служить припоном для хороших взаимоотношений двух партнеров. Припоном. Припоном, припоном, да, обычное слово. Это время дало каждому свой урок. Аркаше терпение и много терпения. Мне тоже, на самом деле, терпение и стойкость, потому что вот физические минусы беременности, дискомфорт, перепады настроений в конце беременности, боль. Они такое ощущение подготавливают к новому этапу, к материнству, родительству и дают терпение и стойкость. Вот, еще раз скажу это. Это как подготовка такая дается 9 месяцев, чтобы пройти через такие роллокостеры. Конечно, не у всех такая беременность. Это я свой собственный опыт, там, говорю. Ну, то есть я не скажу, что я прям порхал на крыльях радости, и только лишь на крыльях радости всю беременность. Начинаешь очень сильно задумываться о некоторых вещах, о некоторых зонах ответственности, новой роли, предстоящей роли. Иногда лично меня это, конечно, сильно приложило, совсем дарило, выбивало как-то из клеи. Ну, то есть, как бы, в том числе беременность, это не только испытание для пары, как бы, в рамках отношений, но испытание, как бы, для тебя, вот, конкретно того, насколько ты вообще имеешь ресурсов для любви к себе, для того, чтобы принимать ответственность в серьезных ситуациях, в частности, вот, в семейных делах, вот. Вот, и это такое тоже… да, короче, нормально. Клево, когда беременна жена, клево, когда будет ребенок, во время беременности будет и клево, и неклёво, и тяжело, и чуть-чуть ссориться, будет. Ты, наверное, не знаю, мы с чуть-чуть ссорились, чуть-чуть менялись, во время беременности много менялись. во время беременности лиза вообще не готовила стал готовить я лиза концу беременности стала супер уткой мамой супер стала загнездованный такой и как бы она прямо даже меня готова была снести лишь бы значит все в ее внездышке все было так как она хочет меняться будет чертопа наверное но я рад этим изменениям короче заводите детей вот что я вам скажу не очень на самом деле совершенно благословенное время и я рад что оно было очень здорово что лиза все документировала что есть бесконечные потоки видео stories фотографии которые по которым можно будет восстановить весь ход этих девяти месяцев очень здорово что малышка выросла и по мере того как она росла она становилась полноправным членом семьи начала участвовать в разговорах откликаться на значит свое имя на разговоры с ней живота толкаться пинаться и это прям за беременность я почувствовал что все нереально стало одного больше то есть вот это вот ощущение когда говорят ну вот родится она и я скажу там я стал папой обычно говорят пусть только ребенок родится ты стал папой ты стала мамой а вот я это почувствовал до того как она родилась уверен что когда она прямо на руках окажется конечно чувство будет совершенно другое но в семье уже было трое и это конечно невероятно вот о чем я и говорю я говорю говорю лиза да я просто очень устала пока пока до встречи сердечко